Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал за Полярным кругом, где посетил образованную в апреле этого года Воркутинскую епархию. В аэропорту Воркуты Святейшего Владыку встречали по доброй русской традиции хлебом с солью. Ваше Святейшество, приветствуем вас на нашей Воркутинской земле. Спасибо большое. Благодарю вас, Сергей. Спасибо. Сразу из аэропорта Заполярного Шахтерского города его Святейшество, вместе с временно исполняющим обязанности главой республики Коми Сергеем Гапликовым и архиепископом Сыктывкарским Петеримом отправился в Иверский кафедральный собор. На сегодняшний день это самый большой храм в Воркутинской епархии. В сослужении епископа Воркутинского Иусинского Иоанна и правящего архиерея Сыктывкарской епархии Святейший Патриарх Кирилл совершил в соборе молебен. Песня «Святая Богородица, спаси нас! Вси святки, молите Бога у нас!» По окончании богослужения патриарха Кирилла приветствовал владыка Иоанн, который поблагодарил его святейшество за визит. Встреча с вами совсем еще недавно в моей жизни произвела очень глубокое изменение и новый этап в моем служении в Святой Церкви. Хочется молитвенно пожелать нашей епархии, клирикам, пастве, чтобы эта встреча с вами здесь, в этом храме и в городе Воркуте стала также благим изменением в жизни церковной, в жизни общественной Воркуты и всей территории Воркутинской епархии. На память о заполярном городе владыка Иоанн преподнес его святейшеству картину 16-летней художницы Кристины Солощук после смены с изображением шахтера, прообразом которого послужил дед Кристины, потомственный горняк Владимир Иванович Ткаченко. Затем патриарх Кирилл обратился к участникам молебна с первосвятительским словом. Сегодня, вступив на землю в Воркуты, я увидел красивый город. Не каждый областной центр может похвалиться такими замечательными зданиями, широкими улицами. И все это было создано тогда, в самые трудные годы, когда люди недоедали, когда не было такого понятия, как отдых, когда трудились из последних сил. Воркута – это памятник нашим героям труда. Особые слова проповеди святейший владыка адресовал духовенству в Иркутинской епархии. Вы трудитесь, братья, в таком месте, которое является само по себе памятником. Памятником нашим новомученикам, потому что из тех, кто здесь погиб, было очень много людей, лишившихся свободы из-за исповедания христианской православной веры. Это своего рода невидимый антиминс – земля Воркуты, на котором вы несете свое служение. Иверский храм не смог вместить всех желающих помолиться вместе с первоиерархом русской церкви и услышать напутствие его святейшества. Большинство горожан внимали слово архипастыря у стен собора, где была установлена трансляционная усилительная аппаратура.